Уважаемые студенты четвертого курса, мы продолжаем изучение дисциплины современной США. Вашему вниманию предлагается дополнение к видео лекции номер 7. Я сам только что пересмотрел эту свою лекцию, она безусловно очень интересна. Она посвящена Институту Президентства, особенностям электоральной президентской компании в США и наиболее выдающимся харизматичным президентом США в истории. И мне необходимо дополнить эту лекцию списком рекомендованной литературы, а также вопросами для закрепления. Что касается литературы. В первую очередь книги классиковые, это Эдуард Рощ и Ванян, книга «Белый дом президента и политика». Замечательная книга, очень интересная, давно издана, еще в 79-м году. Но тем не менее, его очень стоит почитать. Там прекрасно показаны многие особенности Института Президентства в США. И говорится очень интересно о многих из американских президентов. А также Владимир Викторович Стогрин, ведущий российский американист, он написал в свое время книгу под названием «Основатели США. Исторические портреты». Москва, 83-й год издания. Тоже очень интересная книга о первых президентах США, о основоположниках американского государства. Также в Москве в 2001 году была издана книга «Инагурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша» с историческим комментарием. Тут не только напрямую, как в Христомате, у вас проводятся документы, в которых излагается инагурационная речь о президентах, но и есть также исторический комментарий, который очень важен и интересен. Интерес к американским президентам таков, что издаются их книги. Вот, допустим, в 1991 году была издана книга Джорджа Буша «Глядя в будущее». А совсем недавно, где-то лет 10 назад, на русский язык была переведена издана книга Барака Обама под названием «Дерзость надежды». Еще несколько интересных работ, именно такого персонального плана. Николай Николаевич Яковлев, известный американист, в свое время выпустил две замечательные книги. Одна называется «Франклин Рузвельт. Человек и политик. Новое прочтение. Москва. 1981 год издания». А вторая, тоже книжка Николая Николаевича Яковлева, называется «Джордж Вашингтон. Москва. 1984 год издания». Это вот книги такой абсолютно биографического характера. Сюда же можно отнести и, так сказать, мой скромный труд под названием «Герберт Гувер. Долгий путь к недолгой славе». Книга была издана в октябре у нас в 2015 году и есть в нашей университетской библиотеке. Кроме того, я вам рекомендую пару очень-очень интересных книг. Это американские исследователи. Одного зовут Эдвард Пессин. Он издал книгу под названием «Миф об ревенчатой хижине. Социальное происхождение американских президентов». Москва. 1987 год издания. Он рассматривает по категории американских изданий, из каких слоев социальных они вышли. То есть зачастую из самых-самых низов общества. И книга Ричарда Хофстеттера «Американская политическая традиция. Ее создатели. Москва. 1991 год издания». Такая, знаете, историко-политологическая монография очень сильная и очень-очень интересная. Ну а теперь поподробнее поговорим о вопросах для закрепления. Лекция, седьмая лекция, которую вы прослушали, она содержит массу интересной информации. Поэтому я решил ограничиться очень простыми вопросами. Первый. Как называется резиденция? Место проживания американских президентов. Там я ее показываю на картинке. Второй вопрос. Кто из американских президентов избирался на этот пост четыре раза? Единственный такой президент был в истории США. Его имя вы, конечно же, должны знать. Третий вопрос. Какой титул носит супруга действующего президента США? Я об этом в лекции упоминаю. Четвертый вопрос. С какого возраста можно было избираться в президенты США? То есть какой возрастной ценз для потенциального американского президента? Пятый вопрос. Что такое импичмент? Этот термин мы разбираем в самом начале лекции. Ну и такой немножко бонусный шестой вопрос. Количество выборщиков в США и сколько голосов выборщиков нужно набрать кандидатов в президенты, чтобы стать президентом? Благодарю за внимание.